Дневной разворот И Наталья Шитько, председатель правления Кировского общества знаний и руководитель регионального ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций при правительстве области. Мы сегодня наших гостей представляем как финалистов окружного конкурса «Призвание-2020». Это конкурс, который проводится по всему Приморскому федеральному округу. Итоги его будут подводиться 10 числа, то есть на следующей неделе. Уже победители будут объявлены. Еще двух финалистов мы выслушали по телефону в прошлом часе, да? И есть еще ведь двое, да, Наталья? Да, у нас еще два человека. У нас вообще шесть финалистов. И вот сегодня два не смогли присутствовать с нами. Это Чешуйна Людмила. Это чудо, это благотворительный фонд. Это чудо. Тоже проекты. Да, она финалистка в номинации профессионал в сфере управления проектами. На самом деле, вообще считаю, это уже очень достойная организация в нашем регионе, которая, мне кажется, вообще готова встать тоже как ресурсный центр, только именно вот в этой отрасли, да, в работе там с детьми, инвалидами. Вот. Вот, поэтому поздравляю их. Ну и еще один финалист, это Береснев Роман Александрович, мы знаем. Буквально еще в недавнем прошлом руководитель профсоюзной... Федерации профсоюзов. Федерации профсоюзов. А сейчас уже он перешел на работу в правительство, с чем мы его поздравляем. И мы гордимся, что он вошел в финал конкурса. И вот, понимаете, не успев даже дойти до него практически, уже до определения... Федерации профсоюзной прямой сняли, сняли Романа Береснева и забрали в правительство. И будут курировать как раз некоммерческий сектор. То есть вот это, ну, для меня, вот это тоже определенная гордость, потому что, то есть действительно эксперты из других регионов увидели в нем потенциал, и не только они увидели в нем потенциал, мы тоже на него рассчитываем, что человек, как так, как он пришел тоже из НКО, он понимает, да, уже эту нашу работу как никто. Мы надеемся, что наша поддержка, мы рассчитываем на эту поддержку больше, и что действительно она будет системной, будет выстроена система у нас работы с НКО в регионе. До сих пор ее пока нет. Но когда человек из отрасли приходит, обычно он все-таки проблемы-то все видит, если даже и не знает, то видит быстрее, чем человек, который со стороны. Конечно, и понимает быстрее, конечно. Я напоминаю, да, что мы сегодня в рамках проекта Дом НКО собираемся, который поддерживает фонд президентских грантов, вот за что фонду большое, конечно, спасибо за проект Дом НКО. Вот, и как раз Наталья вот заговорила про те чаяния, которые возлагают на Романа Вереснила кировские некоммерческие организации. Вот, нет, на самом деле серьезно, конечно. То есть вот мы все шутим, шутим про карантин, мы весь перерыв тут проговорили, как будут работать летние лагеря детские, потому что пока никто себе еще не представляет, как мы будем жить через месяц. Вот, а поддержка нужна. То есть мы много в этой студии говорили о поддержке бизнеса, и малого бизнеса, и среднего бизнеса, вот, о поддержке НКО говорили меньше. Ведь НКО, в принципе, это та же самая, то есть организация, может быть, цели немножко разные, там, не зарабатывание денег, а помощь в первую очередь, да, но, тем не менее, структура-то одна и та же. И мы говорили о том, что нужна помощь и поддержка и вот на этом этапе, да, когда сейчас такое непростое время. И самое главное, нужна системная поддержка и на региональном уровне, и на федеральном уровне. Вот чего хотели бы наши НКО, в первую очередь, от федеральных властей. Давайте начнем, наверное, с той поддержки, которая необходима вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. И есть ли это, кстати, для нас? Ну, давайте так. Я думаю, даже начать надо именно с истории уже с марта, уже в марте, когда все началось, наши НКО обозначили те меры поддержки, которые им необходимы. Мы с вами это обсуждали в студии. Да, я помню. Да, мало того, общественная палата и региональная общественная палата очень активно увлеклись в эти процессы. Общественная палата Российской Федерации, на самом деле, заняла здесь ведущую позицию, роль в том, чтобы все-таки вот эти все меры поддержки, которые необходимы, или, по крайней мере, часть из них, она была отражена в поручениях президента, которые он озвучил только в мае месяце, и как раз на встрече с представителями ведущих НКО, чему мы несказанно рады, только после этого началось движение. К сожалению, до этого... У нас, к сожалению, всегда так. Всегда так. К сожалению, всегда так, но, слава богу, это случилось. На самом деле, на данный момент пока мерами поддержки, которые уже прописаны в законе, который принят был 22 мая, еще никто не воспользовался. А как так? Ну, потому что... Еще нельзя просто? Еще закон есть, но необходим определенный ряд постановлений и так далее. Кроме того, не все смогут мерами поддержки этим воспользоваться. Сейчас сформируется реестр социально ориентированных НКО на уровне, федеральном уровне, и вот те, кто войдут в этот реестр, они воспользуются данными мерами поддержки, которые озвучены были, и которые нашли отражение в законе. А как вот этот реестр попадает в некоммерческие организации? Ну, смотрите, это вообще, на самом деле, интересная ситуация. Мы об этом говорили тут тоже не единожды с точки зрения бизнеса и даже с точки зрения граждан. Все, кому была оказана какая-либо поддержка или будет оказана, должны соблюсти ряд каких-то условий, и эти условия, как правило, вышибают достаточно большую часть из всей этой группы людей. Конечно, конечно. Вот давайте коротко о реестре, значит, реестр. Ну, во-первых, перечень организаций, которые социально ориентированы. То есть социально-то ориентированных организаций достаточно много. Много. Но не все даже туда могут войти в этот реестр. Это первое. Это как раз победители фонда президентских грантов, и фонд президентских грантов уже подал свои сведения все в федеральный проект автоматически. Дальше говорим о получателях субсидий, которые получают субсидии федеральные, муниципальные, региональные субсидии. То есть на любом уровне? На любом уровне. Кроме того, это поставщики социальных услуг и поставщики общественно-полезных услуг. Сейчас наше министерство должно, министерство внутренней политики, необходимо направить им уже в федерацию реестр региональный, да, который они там уже все сводят, и это все войдет в федеральный реестр. Я ему так называю реестр номер один. То есть это первая очереднягина меры поддержки, так я понимаю. Мы, как общественная палата, ресурсный центр, мониторим этот вопрос, держим на особом контроле. Я вчера этот реестр видела предварительный, который сформирован у нас и будет отправлен уже в федеральный центр. Много ли там организаций? Порядка 80, вот я сейчас, потому что были еще там вопросы по некоторым, порядка 80 организаций. Но это не мало. Это не мало, но это немного. Ну, я уже говорила, как цифру. Можно как-то оценить от общего числа? Ну, я не могу сказать, вот смотрите, у нас на 2019 год зарегистрировано, по данным Минюста, зарегистрировано 1539 некоммерческих организаций. Но среди них не все социально ориентированы. Да, мы это понимаем. Поэтому, мало того, коллеги, вот надо здесь понимать, и общественная палата вышла с инициативой, и уже, в принципе, это нашло отражение и тоже в законе, что как раз очень не так много попадет в этот реестр организаций, а пострадавших от организаций их гораздо больше. И это будет реестр, наверное, номер два. А, то есть он все-таки будет, это не закрытый список, то есть, возможно, вторая серия. Главное, чтобы те НКО дотянули до этого второго реестра. Это невозможно, вторая серия, это реальная серия, и вот еще раз повторюсь, общественная палата на федеральном уровне об этом говорит, об этом говорит громко, потому что на самом деле, ну, там тоже нужно будет необходимо соблюсти определенные, опять же, требования, вот как говорится, Даша, малому, среднему бизнесу. То есть сейчас надо дождаться постановления правительства Российской Федерации, то есть по каким критериям туда будут попадать вот социальные ориентиры, НКО, которые не вошли в список номер один, в реестр номер один. На самом деле я не очень хорошо отношусь к этой вообще истории реестра номер один, номер два, то есть как-то мне казалось, что это правильно было, если бы это был один реестр, да. И помогать стали бы всем. Помогать стали бы всем тем, кто туда вошел. Я просто сейчас, вот пользуясь эфиром, призываю наши некоммерческие организации обращаться в общественную палату, можете в наш ресурсный центр, если у вас действительно такие проблемы, сложности, вы действительно считаете себя пострадавшими, можете это подтвердить определенными, да, там, цифрами и так далее, то мы со своей стороны будем формировать вот этот второй реестр и пробивать его, чтобы он тоже, как бы, чтобы эти организации нашли поддержку, нашли поддержку. Причем это просьба и общественная палата Российской Федерации к нам, чтобы мы этот вопрос взяли на себя тоже. Да, 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 да. Поэтому обращайтесь, не стесняйтесь, там, в письменном виде, в устном виде, что вы тоже, вам необходима поддержка, там, да, и мы будем пробивать, и чтобы как можно больше спектра наших некоммерческих организаций вошел в этот реестр. Там, один, два, не знаю, может, его потом приведут в общую форму, да. Поэтому пока этого реестра нет, никто воспользоваться этими формами не может. Я сама лично, вот как это, медленный проб и ошибок, звонила в налоговую инспекцию, сказали, да, закон есть, но пока им нужны определенные. ИНН, то есть в этот реестре будет отражен ИНН организации, да, мы понимаем с вами. У меня было опасение, что в этот реестр не войдут организации-победители нашего областного конкурса, который только-только прошел, и все соглашения должны были быть подписаны до 1 июня. Потому что они автоматически тоже должны были попасть в первый реестр, но так как соглашения вот на 2 июня были не подписаны еще, то есть в силу каких-то обстоятельств, не могу понять каких, но, скорее всего, там, где-то затянулись, там, с подписанием и так далее, с согласованием документов. У меня была личная тоже просьба, чтобы все-таки эти организации вошли в реестр, все-таки вот вчера я его видела, и они вошли туда, это тоже здорово, это замечательно. Мало того, я думаю, что этот реестр не закрытый, то есть это не значит, что вот сейчас, а его опубликовать обещают 5 июня, если его опубликуют, то он такой вот закрытый, и никак он дальше. Я думаю, что нам некоммерческие организации должны посмотреть, да, они вошли, они не вошли, если они не вошли, опять же, тоже добиваться своих прав, там, да, как-то, то есть отстаивать себя в том числе. И, мало того, я думаю, скоро будет объявлен, кстати, фонд президентских грантов объявит новые итоги, итоги конкурса, и как раз вот общественная палата также считает важным, чтобы и эти уже организации тоже входили в данные реестры. То есть этот реестр должен, наверное, как-то обновляться, пополняться, вот, актуализироваться постоянно, потому что иногда организация, может быть, там еще, если март-апрель она не поняла, что она там, да, или не почувствовала влияние, да, вот этих вот наших новых условий, то, может быть, вот сейчас, как раз, вот, я так думаю, что особенно образовательные организации, некоммерческие, негосударственные, они почувствуют очень сильно, потому что уже три месяца мы не работаем, до 30 июня нам нельзя открываться, вот, Инна Витальевна, да, не имеете права открываться, не имеют права открываться учреждения дополнительного образования и так далее. А дальше лето, это еще провал сильный, потому что кто-то там летом к нам пойдет учиться. Нет, ну в этом году, может быть, кстати, и пойдут, потому что поездок-то заграничных, скорее всего, не будет. Ну, я сильно сомневаюсь, дети все равно не уедут. Нет, нет, я сильно сомневаюсь, я даже не про детей, я говорю про взрослых и так далее, то есть это очень большой спектр всяких разных ступеней образования, поэтому, конечно, нам надо как можно больше, чтобы организации вошли в этот реестр, мы для этого сейчас все будем делать. Ну, те, кто войдут в этот реестр, имеют право, а, значит... Ну, то есть там помощь такая же, как вот бизнесу обещают, да? Первое, да, нет, ну, во-первых, нет, даже больше, в некоторых моментах даже больше. Первое, значит, это, опять же, поддержка, это освобождение от арендных платежей или отсрочка арендных платежей, да, ну, до муниципального имущества, мы говорим, государственного муниципального имущества. Вот, второе, это, конечно, отмена страховых взносов с выплат работникам за второй квартал, полностью отмена, понимаете, да, о чем? Мы говорим, но сейчас мы, вот мы, наша организация лично платит, потому что, а как, мы же еще не понимаем, да, как бы, вот вы, наверное, тоже оплатите, оплачиваете, все оплачивают. То есть, ну, я так понимаю, что льготам придается обратная сила. То есть они компенсируют, а потом... Да, 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 мы можем этим воспользоваться. Ну, что еще? Сейчас также говорим о том, чтобы в дальнейшем еще и снижение было также на вот, как раз, страховых взносов, страховых взносов на выплаты работникам. Кроме того, могут воспользоваться кредитами на выплаты зарплат. А субсидия вот эта, которая обещана, по 12 130 рублей, с ней пока не понятно. С ней пока вообще история здесь непонятная. Вот, значит, еще момент, это так же, как и малому и среднему бизнесу, установление минимальных налоговых ставок, кто находится на упрощенной системе налогообложения. Мы это знаем, у нас на оригинальном уровне законопроект в первом чтении принят. Но здесь опять ограничения. То есть там в зависимости от акведов. Мы знаем, что там такая проблема, что по нашим акведам были проблемы. Практически никто не попал туда. По таким акведам, которые они там в постановлении, по-моему, 434-м они там, да, прописали. Поэтому наша задача сейчас тоже НКО, то есть говорить о том, общественные палаты, ресурсных центров, говорить о том, какие акведы нам еще необходимо туда внести. Потому что акведы вносятся все-таки на федеральном уровне. Вот, спектр, расширять эти поддержки. Это вот мы говорим сейчас с вами про федеральный уровень. Значит, и в принципе давайте вот ждать реестра. И дальше, ну, понимаете, еще реестра публикуют, но, наверное, мы все равно раньше 1 июля эти поддержки, наверное, вряд ли сможем рассчитывать. Потому что пока этот реестр будет доведен до налоговых органов, поэтому чаще обращайтесь в налоговые органы, звоните, пишите, заходите на сайт. Вот, то есть отслеживайте. А они закрыты, да, по-прежнему налоговые органы? Они закрыты, но онлайн, в смысле, по телефону консультируют. Вот, потом можно, есть на сайте налоговой такая функция, где можно занести свой ННН, там увидеть, да, чем ты можешь воспользоваться. Пока я говорю о том, что ничем. Единственное, я не знаю, обращались ли наши некоммерческие организации с просьбой предоставить кредит в наши банковские организации. А вот мы сейчас спросим у наших участников. Да, да, ну вот участники пусть скажут, а если кто-то нас услышит, пожалуйста, откликнитесь, скажите, если у вас есть такой опыт, потому что я с этим... 211, 101 номер телефона, пожалуйста, если сейчас прямо услышим. Да, или потом обратитесь, или обратитесь потом также в общественную палату, к нам в ресурсный центр, это нам интересно для мониторинга провести, потому что нам даже в хорошие времена кредитов-то не давали льготных, поэтому я как-то очень к этому настороженно отношусь. Но если это так случится, то это тоже здорово, потому что там условия очень-таки достаточно лояльные, ну, такие же, как для бизнеса, опять же, да, там, чтобы сохранить и, что у нас там, численность работников и так далее, и зарплату, и, в общем, да. И спектр той деятельности, которой организации занимаются. Да, ну, смотрите, да, если по срокам говорить, то, что раньше июля, там, в любом случае никто ничего не увидит, вот то, о чём я говорила, то есть это вроде бы как бы шутка, да, что все ли дотянут, но, тем не менее, возможно, уже как-то общались, да, то есть есть у каких-то организаций, возможно, реальные проблемы, кто вот уже не может совладать. Нет, таких организаций много, нам звонят, нам пишут, спрашивают, ну, я что могу здесь посоветовать? Ну, надо как-то вот потерпеть, наверное, больше я здесь ничего не могу сказать. Потому что, когда в апреле ещё, мы вообще не понимали, какие меры поддержки для нас будут, сейчас мы, по крайней мере, можем видеть их, понимать, и надо просто подождать. Да, были, причём страдают крупные организации, страдают организации, вот как раз, как бы, вот, как раз, вот те организации, которые не получают грантов, субсидий, они больше страдают. Вот я хотела про это сказать, я как раз про это и хотела сказать, что победители, это фонда президентских грантов, они получили средства на реализацию проектов, они, по крайней мере, хоть работать могут. Да, они, да, там, если заложена зарплата, они могут платить зарплату и так далее, конечно. Есть ли субсидии, ну, у нас, если говорить на региональном уровне, у нас очень мало таких организаций, кто получает субсидии, это вот Совет ветеранов и так далее, то есть там ничего не изменилось особо, понимаете, но они в любом случае попадают в этот реестр номер один по поддержке. То есть у них вот так, вроде, ситуация не самая плачевная. Это такая же ситуация, как с пенсионерами, да, все говорили, как бы, почему в первую очередь пенсионеры, у них-то ничего не изменилось, ну, то есть пенсию как платили, так и выплачили. Да, 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 да. Вот здесь как-то вот тоже, мне кажется, какой-то диссонанс немного, потому что как раз вот я думаю... Ну, они просто, видите, они же все на счету, на виду эти организации, то их легко посчитать, их легко посчитать, да. Поэтому еще раз повторяю, вот те, кто не является получателем никаких субсидий, грантов, но очень тяжело переживает это время, вы обращаетесь, обращаетесь в Министерство внутренней политики, простите, у нас целый министерство, в котором есть целый отдел, кто, в общем-то, обязан заниматься нашим некоммерческим сектором, искать варианты поддержки и так далее, то есть это очень важно. Ну, вот смотрите, да, Инна Александровна, мы говорили о том, как работать в условиях карантина с точки зрения вообще там самого образовательного процесса, вот с точки зрения финансовой деятельности, действительно, как вы всплываете? Ну, с точки зрения финансов, конечно же, тут есть какие-то запасы, но они ведь не бесконечные, и я для себя, как руководитель, приняла решение, что мы сейчас, ну, я на сотрудников, на детей, на наших, как бы, ну, на наших обучающихся это не выношу, а внутри себя, конечно же, вопросов много, и выкручиваться тут нужно, и понимать, что, откуда мы какие денежки на что возьмем, что-то оптимизировать, то есть, конечно же, вопросы есть. Вот у меня бухгалтер подавала недавно в налоговую заявление на помощь, на поддержку, на меры поддержки, нам ответили, что мы не, хотя у нас АКВЭД подходит к пострадавшим областям, к отраслям, у нас дополнительное образование детей и взрослых, но мы такую меру поддержки не получим, потому что наша организационная форма, это не субъект малого предпринимательства. Понятно, это вы делали тогда, когда еще не был принят закон, а по поддержке СОНК, да, я так понимаю? Ну вот, это вот у нас два дня назад пришел ответ, теперь мы заново обратимся, заново там что-то, но бухгалтер тоже сделал все платежи, потому что непонятно, мы воспользуемся потом такой возможностью или нет, ну, нельзя же сроки платежей пропускать, поэтому тут все непросто, совсем непросто. У нас звонок есть, телефон, и поскольку мы просили, да, людей выйти с нами на связь, добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда, вы не... Я хочу высказаться, что я против НКО. А вы против НКО, да ладно. Почему? Вот, ну вот смотрите, большинство людей даже не знают такого слова НКО и не понимают, для чего они нужны. Вот, например, создать НКО для того, чтобы заниматься скандинавской ходьбой, ну, это такая глупость. Почему? Для всякого НКО можно ходить по лесам, по долам, ходить и один, и укреплять свое здоровье, ну, это такая глупость. Одному скучно, Надежда. Они хотят создать НКО и получать зарплату, какие-то гранты, то есть... А что же плохого в том, чтобы получать зарплату? Работы, которые не хотят, а вот так получать денежки хотят. А вот, например, вот организация Дорогой Добра. Да, получила президентские гранты миллион шестьсот. И тут еще и областные пятьсот тысяч. За что? И получается, что там педагоги, я вот уверена, что они получают больше, чем учителя в школе, учителя в детском саду. Хотя никакой у них ни ответственности нету, никаких и ни экзаменов у этих детей не принимают. Просто вот так проводят время. А вы знаете, Надежда, подождите, вы знаете специфику? Я считаю, что это не нужно, трата денег. Раньше в Советском Союзе не было никаких этих НКО. Да были. И как-то люди жили и не умирали. Передмерили. Были, Надежда, вы просто не знаете, может быть, что они были НКО. А сама-то Надежда не трудится. Надежда, простите, пожалуйста, я вам вопрос от нашей гости Натальи Шитько адресую. А вы сами где трудитесь? Я нигде не тружусь. Почему? А, понятно. Ладно. Ну, хорошо. А, нет, 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 если, Надежда, а что плохого, что в Дорогу и Добра педагоги получают хорошую зарплату за свой труд? Потому что они не несут никакой ответственности. Вот в чем дело. Вот в школе учитель, чтобы заработать денежку, он должен, такая ответственность, столько много детей, и у него отсчет, и экзамены, и все. А там никакой ответственности. Я против того. Они там бьют бабуши, и ни за что получают. А вы там были, Надежда? Я прошу прощения, вы были хотя бы раз в организации Дорогу и Добра? Я представляю, показывали... А вы знаете, чем они занимаются? Я представляю, что эти дети не сдают никакие... Я поняла. Надежда, прошу прощения, мало времени, до свидания. Да, спасибо вам. Подождите секундочку. Это наш профессиональный слушатель. Мне все равно хотелось бы сказать для людей, кто, возможно, не знает, чем занимается организация Дорога и Добра, и будет делать свои выводы на основании слов, сказанных Надеждой, что это немножко, мягко говоря, не так. Во-первых, дети, с которыми работает организация Дорога и Добра, это все же несколько... Но это дети, это особенные детки, так мы называемые. Конечно. И говорить о том, что педагоги, которые с ними работают, не нанесут никакой ответственности, это... У меня даже слов не отпростите. На самом деле это очень показательный пример того, о чем мы говорили в самом начале, о том, что очень многие люди в России вообще не понимают, что такое некоммерческая организация, боятся этих трех букв, да? Ну, боятся, давайте будем говорить тоже не без подачи наших органов госвласти, да, и тех всех ситуаций, которые были с пятыми колоннами и прочим-прочим. Я-то думала, что сейчас нам расскажут о том, как государство помогло получить какую-то значительную помощь, да? Вот остановились мы, как раз нам и навитально рассказывали. Ну, это тоже позиция, я думаю, она имеет права... Нет, она показательная, на самом деле, если про одну из самых там известных в Кирове организаций Дорога и Добра есть люди, которые вот так вот говорят, да, и сомневаются, это значит, что всем остальным, и на кого приходится еще сложнее доказывать, что их труд важен, да, и уважаемый. Остановились на том, что, да, налоговая тоже считает, что, извините, вы не бизнес, что с вас взять? Да, ну, и, вы знаете, некоторым НКО относятся как к организациям бизнеса и говорят, почему вы не можете зарабатывать, не можете... Вот, у нас сейчас вот был пример показательный. Покуши бьете, а деньги зарабатываете. Да, ну, то есть назначение НКО – это создание каких-то, наверное, новых возможностей для людей, которые, может быть, сами не могут оплатить эти услуги, либо требуют дополнительного внимания, дополнительной поддержки, и эта поддержка, конечно же, нужна. И очень жаль, что в зависимости от организационно-правовой формы у нас действуют или не действуют какие-то определенные меры поддержки. То есть тут вот, ну, странно вообще, почему мы это разделяем. То есть если есть АКВЭД, есть образовательная деятельность, доп. образование, мы и занимаемся, да, то почему мы не имеем права на меры поддержки? Ну, сейчас уже имеем, поскольку вот этот законопроект как раз нас приравнял с точки зрения АКВЭДов и так далее с субъектом малого и среднего бизнеса. Поэтому я думаю, что сейчас у нас возможности все-таки воспользоваться данной поддержкой будут. Я, по крайней мере, думаю, что, ну, я уверена в этом. Если что-то будет провисать, мы будем, конечно, реагировать на эти вещи. Я предлагаю, давайте чуть-чуть пораньше уйдем на рекламу, и потом Александра спросим, как у них дела обстоят в организации. Хорошо, с этими вопросами. Эфир наш продолжается. Мы говорим о деятельности, о части деятельности проекта ДомНКО, который реализуется в нашем регионе при поддержке фонда президентских грантов. Мы сегодня говорим о конкурсе профессионального признания, призвания 2020. И с финалистами этого конкурса знакомимся. А сейчас у нас второй час, мы вот тут о проблемах заговорили, да, и о том, какой помощи нуждаются наши некоммерческие организации. Александра Далматова сейчас спросим, секретаря регионального отделения военно-патриотического движения ЮНОРМИЯ. У вас, Александр, наверное, все-таки попроще, потому что у вас ведь движение федеральное, да, у вас, наверное, вот, ну нет таких проблем, с которыми большинство маленьких НКО сталкивается, или есть? Ну, я считаю, что таких проблем, как мы только что обсуждали, у нас точно их нету. Почему? Во-первых, финансирование наше идет в формате субсидирования. А вот они, организации, которые получаются? Нет, имеется в виду, видите, даже не на организацию конкретно, а на региональный центр военно-патриотического воспитания, который непосредственно занимается реализацией мероприятий областного характера, и деятельность исключительно сопряжена с тем, чем занимается движение ЮНОРМИЯ. То есть, и мы базируем движение тоже в региональном центре. Вот, финансирование у нас идет либо на мероприятия субсидированные, либо на, с участием родителей мы проводим, допустим, те же летние загородные лагеря. А, подождите, то есть у вас, получается, сейчас ни мероприятий нет, учитывая там нашу специфику? Да, они перенесены на осень. Ни лагерей? Ну, лагеря планируются, почему? А, ну нет, ну пока-то пока. Я вас очень прошу за это рассмотреть. Очень надеемся, да, на это. Да, с лагеря планируем. Вот, а мероприятия мы просто сейчас, понятно, что те, которые исключительно должны быть в очном формате, перенесли на осень. Ну вот, и возвращаясь к теме именно экономической составляющей проблемы, да, по нам я могу обозначить, что единственный риск с тем, что у нас мероприятия не состоятся, и данное субсидирование будет просто снято в связи с невостребованностью. А так как нам не нужно там содержать штат определенный, руководители или еще кого-то, да, соответственно, там сложностей с выплачиванием их нету. Но тему проблемы именно содержания тех организаций профессиональных, имеется в виду, которые работают как юрлицо, с персоналом, с педагогами и с другими участниками, безусловно, эта проблема огромная, но это тот же, да, верно сказали, нельзя разделить с бизнесом, это такая же организация, такая же полноценная, просто у них немножко цель другая, да. Где даже есть сотрудники, которым нужно платить зарплату, за которым нужно платить налоги. Субъект налогообложения абсолютно точно. Точно такая же история. Налогов они платят не меньше, нисколько. Да. Ну вот смотрите, а возможно ли тогда, то есть вот тот законопроект, который по малому бизнесу был, да, и те критерии, которые там выдвигались, и против которых выступали спикеры, в том числе у нас в студии, возможно ли тоже будет понятно, что сейчас пока эти критерии, карты, грубо говоря, не раскрыты, то есть мы не знаем прокомментировать какой-то из этих критериев, но возможно ли как-то будет потом с этим работать, что-то отвоевать назад, я не знаю, сказать, что вот этот критерий нам не подходит, потому что он там, не знаю, 80% НКО выносит за рамки этого законопроекта. Ну, я так понимаю, на оригинальном уровне всё-таки нас пока приравнивают к субъектам именно по мерам поддержки, вот тем требованиям, к субъектам малого и среднего бизнеса. То есть то, что по персоналу, да, мы, конечно, мы должны за себя стоять, мы должны всё равно говорить и выступать, и объединяться. А это очень важно. Вот от нашей активности будет зависеть, как нас услышат те же власти и так далее. То есть способны мы выдержать вот там, да, конкуренцию с этой точки зрения вот этих требований, да, соблюдения там, сколько у нас там предлагается сейчас, да, сохранение 70%, да, США. Ну, это вот как раз этот пункт, который удалось отвоевать, добиться. Да, слава богу. А может, у НКО вообще будет ещё меньше процент. Но пока нас здесь приравнивают власти, вот в этом направлении, вот в этом аспекте нас приравнивают с субъектом малого и среднего бизнеса. А дальше будем смотреть, как это будет работать на практике. Ну, вот как раз, да, по поводу сохранения персонала. Понятно, что для крупных организаций, каких-то, кто давно работает с большим опытом, да, и те, кто работает в крупных городах, вот эти 70-75% сохранённого персонала, то есть это реальная цифра. А если переводить, опять же, там, на малый и средний бизнес, вот эти вот ситуации с небольшими магазинчиками, где, да, ты уволил одного человека, и у тебя 50% персонала сразу ушло, то есть вот в районах области... Там же тоже действительно в организации... Насколько вообще крупные, да, эти организации? То есть там, возможно, какая-то градация потом вот этих вот ограничений в зависимости от места работы организации? Или вот это всё, пока об этом даже не задумывается? Нет, про место, там привязки нет никакой. Но на самом деле, вообще, если говорить о штате НКУ, он, как правило, небольшой. Как правило, небольшой, потому что это волонтёры в основном тоже, люди, работающие на общественных началах, очень много. Вот, но даже тот небольшой штат, вот, наши организации уже столкнулись с тем, что не могут выплачивать заработную плату. Не могут выплачивать заработную плату, и жалко людей увольнять, там, сокращать, там, отправлять без содержания, но это тоже не выход, потому что за людьми стоят и семьи, и так далее. Поэтому я вот и спрашивала про то, может быть, кто-то обращался за льготным кредитом в наши банки, именно некоммерческие организации. Потому что вот, если говорить, ну, вот по условиям этих кредитов, да, которые там предлагаются, то это, в принципе, очень, ну, то есть это возвратный кредит, ну, реально можно его вернуть, если его дадут. Ну, вот это, вот в чём вопрос. Да, ну, как получить, учитывая, что от бизнеса, например. Ну, это тоже, ну, это выход пережить вот этот, ну, если его дадут, то это определённый выход сохранить людей, сохранить организацию, сохранить вообще стат, вот, и, как бы, пережить вот эти все непростые условия. А вот это важный, между прочим, тоже важный момент, потому что не все далеко, в том числе, мне кажется, и в банках могут не все далеко понимать, а что такого-то, у вас некоммерческая организация, у вас и так это люди там чего, волонтеры. Зачем вам деньги? Пусть они сейчас посидят дома, а потом вернутся там через полгода, да, какая вам разница, когда начнёт работать, тогда и вернутся. Вот, а ведь это в каждого человека надо вкладывать руководителю организации, знания какие-то, да, и прочее, прочее, прочее. Нет, ну, для НКО люди это самый главный ресурс, для некоммерческих организаций это самый главный ресурс. А ещё, собственно, я хотела вот сказать вот что. Мы начали это с конкурса призвания, и мне-то кажется, что вот этого фактора, участие в профессиональных конкурсах и участие в каких-то профессиональных там семинарах, образовательных и прочее, вот его очень жалко, что нет в критериях отбора тех некоммерческих организаций, которые, ну, как бы, в первую очередь получат помощь, потому что здесь-то, вот, мне кажется, люди не варятся в своём, как бы, котелке, да, а готовы и опытом делиться, и сами там что-то набирать новое, и в этом смысле организации-то перспективные, то есть, конечно же, их надо поддерживать, даже если они там ещё и не получили грант президентский. Ну, к сожалению, вот, наверное, наши органы власти как-то, они всё-таки, наверное, больше пока уделяют внимание основным налогоплательщикам, мы же это понимаем, то есть некоммерческие организации не являются приоритетом, к сожалению, вот, к сожалению. Я всё-таки считаю, что от нас многое зависит, чтобы эта ситуация изменилась. Почему мы и говорим про эти конкурсы и так далее, чтобы об этом слышали, видели, что есть люди, есть ресурсы и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот, когда это вот изменится ситуация, когда мы будем всё-таки на равных, с равными партнёрами... Это мы плавно переходим к системной поддержке, да, да, да. Вот этого вот очень хочется нам добиться, потому что, например, мы как региональный ресурсный центр, общественная палата выступали ещё с предложением, я принимала участие в заседании не одной рабочей такой группы по мерам поддержки вот наших НКО в регионе, где мы предлагали дополнительные конкурсы ввести. Почему нет? То есть это тоже мера поддержки, где люди смогут поддержать свои целевые группы и так далее. Какие-то региональные уже, возможно, да? Да, вот у нас региональный прошёл, ну, может быть, ещё добавить, ещё провести какой-то антикризисный конкурс. Категорически нет, мы категорически не находим в этом поддержки, хотя, например, в тряде регионов как раз дополнительные конкурсы были введены. А, Наталья, а мы не находим поддержки почему? Потому что на это финансирование нужно? Да, потому что нам... Ну, у нас ведь всегда что? У нас и так потери большие в бюджете, поэтому... Ну, всё понятно. Мы тут... Смотрите, вот из тех мер, на которые сейчас там сможет рассчитывать НКО, возможно ли что-то перенести действительно в системную поддержку? Есть ли вообще такая необходимая... То есть не разовые какие-то вот эти именно в коронакризисные ситуации, а так, чтобы это было постоянно? Ну, это как раз, наверное, вот страховые взносы на выплаты сотрудникам, привлечённым работникам и так далее. То есть понижение этих вот тарифов, понижение этих страховых взносов. То есть не 30%? Да, 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 да. Но об этом, в принципе, говорим, и это, я думаю, что это рано или поздно нас должны услышать. Также, может быть, это как раз ставка, кто находится на упрощённой системе налогообложения, чтобы она была постоянно там, да, такая, как, там, не 6%, там, да, и 15%, а там, 1,5%. Ну, поскольку всё-таки основная разница между НКО и субъектами малого и среднего бизнеса, у НКО нет задачи извлечь прибыли у неё, не бывает прибыли, поэтому у многих подушка-то безопасности отсутствует как таковая, понимаете? Особенно, да, не накопишь, не разбежишься. Вам на постоянной основе какую поддержку хотелось бы увидеть? Возможно, это будет не финансовая поддержка, может быть, это будет какая-то информационная, чтобы надежда осознала. Чтобы двери открывались там, да, чтобы была поддержка сопровождения. Возможно, проведение, я не знаю, каких-то мероприятий, как вот у нас же есть, да, отдел, который занимается там межконфессиональными отношениями, у нас проводятся какие-то мероприятия, да, с участием представителей разных конфессий, да, Да, то есть тут, возможно, тоже какие-то мероприятия, на которых будут присутствовать там все НКО, и к этому будут присоединяться люди, кто не участвует вообще в этой работе. Я, в конце концов, например, вот я считаю, я всегда за поездки, за знакомительные и за обмен опытом, поэтому я считаю, что там, например, вот конкурс с возможностью для победителей куда-то съездить в какой-то другой регион, да, это вообще отличная бы была история. Но она есть, вот она есть как раз у Ассоциации служения, то есть там еще одно из направлений, это стажировки. Вот Инна Витальмена, они воспользовались такой в прошлом году. Воспользовались, да, у нас наш преподаватель едет в Нижний Новгород и привез оттуда новую методику, научные игрушки, и мы уже начали вести эти занятия, к сожалению, из-за коронавируса мы немножко приостановили эту работу, но вот мы воспользовались этой стажировкой и обмен опытом, и вообще объединение организации НКО, это, наверное, то, что сейчас вот ты делаешь Дом НКО, то есть вот это поддержка, общение, юридическая поддержка, ведь очень много вопросов юридических, когда мы не можем в своем штате содержать юристов, да, а тут мы могли бы именно вот эту специфику наших организаций, нашей деятельности обсудить с профессионалами. Потом с точки зрения бухгалтерии, да, там мы текущую работу ведем, тоже возникают какие-то нюансы, которые бы тоже бы, ну, с профессионалами обсудить. То есть вот такая, наверное, поддержка какая-то внешняя, консультационная, она очень эффективна была бы. Ну, и мероприятия, о которых вы сказали, которые тоже дают возможность объединяться, объединяться ресурсами, это тоже такое, вот, знаете, дело-то нужное. И сейчас вот, когда мы все дома, и когда нам нужно отстаивать, наверное, свои права, или там выходить из кризисной ситуации, мы, вот, организации НКО все больше и больше общаются между собой, вот, спрашивают, а у вас, как, а вы, как, и вот обменивается, то есть вот эта вынужденная ситуация, там, я не знаю, потери наших клиентов, по наших доходах, она нас объединяет. Вот поэтому объединение, это, конечно, очень нужно. У нас вообще, мне кажется, очень мало вот таких мероприятий, площадок для НКО. Если говорить, там, сравнивать даже с некоторыми регионами, мы изучаем их опыт, у них там вот таких конкурсов, как достижения, и региональных, и муниципальных конкурсов, разные гражданские балы, выставки, ярмарки, НКО, понимаете, то есть, где как раз мы... В общем, общественная жизнь кипит гражданстве. Общественная жизнь кипит, да, есть действительно такие общественные площадки, где НКО там проводят самые разные там мероприятия, и не просто обмениваются опытом, и демонстрируют свой опыт, и учат других, и так далее. То есть, вот, таких мероприятий у нас мало. И здесь, конечно, важно, чтобы и органы власти наши, да, и министерства, здесь мы сейчас будем, Роман и Бересни, мы рады надеяться. Да, вместе с нами. Нет, действительно, план таких мероприятий, объединяющих, наметить, это очень важно, правда. Потому что это нас выделит на другой уровень, нас заметят, посмотрят, и, может быть, вот тот звонок от Надежды, она придет и посмотрит, то есть, по-другому, может, на это, чем занимаются НКО, и какие достижения, и что вообще они делают. Потому что это больше погрузит наших жителей Кировской области, кто с нами не знаком, как раз вот в тему нашей работы и так далее. Поэтому вот это, мне кажется, очень было бы неплохо, когда это бы вошло в областные какие-то целевые программы по поддержке и развитию гражданского общества, вот такие вот мероприятия для некоммерческих организаций. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, было бы прекрасно, если бы у властей в какой-то веке уже не стоял кто-то там в приоритете, кто-то на ступеньку ниже. Абсолютно точно. И налогоплотенчик и вперед, а остальные когда-нибудь потом там, да. Цены с каждого человека. Да, это точно, каждого гражданина. Забираться поран. Да, благодарю наших гостей. Наталья Шитько, председатель правления Кировского общества знаний, руководитель регионального ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций, Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий в обучении и познании, Александр Далматов, секретарь регионального отделения Всероссийского движения «Юнарная». Спасибо большое. Не в последний раз мы встречались. Спасибо вам большое тоже. Да, я думаю, что мы еще соберемся. Примеры поддержки. Спасибо за поддержку вам. Надеюсь, что тогда все-таки что-то будет нам уже. Мы можем уже показать примеры поддержки. Спасибо. Зеленой разворот завершается. Зеленой разворот завершается.